Он ее бил в течение пяти лет, в конце концов она не выдержала и зарезала его. Какие двери не постучись, ты как котенок, замарашка какой-то. Опять тюрьма, далее строгий режим уже, он был 7 лет. Что может человека так тянуть в это проклятое место? Нельзя даже не рассказать, не объяснить. Когда человек первый раз попадает в стены исправительного учреждения, его психика, его организм испытывает колоссальнейший по своей силе стресс. Ему помогут, ему там жить какое-то время. Когда он освобождается, организм испытывает точно такой же по силе стресс, но здесь на свободе ничто не заставляет его адаптироваться. Он тут не нужен, все ему говорят, ты тут не будешь. Если на свободе дать какую-то платформу человеку, он может продержаться здесь чуть дольше и, возможно, адаптироваться и остаться. А как давно тебя здесь не было? Почти лет 10. Меня зовут Елена. Я недавно вышла из мест лишения свободы. На свободе я нахожусь еще три недели. Ну, планы. Жить, развиваться. Установить контакт со своим ребенком. Самое главное, не вернуться к прежней жизни. Мы находимся в центре помощи женщинам, пострадавшим от насилия, которые отбывали наказание за убийство своих насильников. Это наш будущий конференц-зал. Вот здесь в центре будет большой стол, который будет изготавливать прямо здесь. Мы перекрасили его из желтого цвета. Цвета нашей организации. Это наш логотип. Логотип рисовала художница из Африки. Приезжала к нам в гости, привезла краски, сделала все очень аккуратно и красиво. Здесь после освобождения могут какое-то время находиться женщины, получать помощь психолога, социального работника, медицинского работника. У Агнии последний срок был 8 лет, у Лены 7. Обе со мной начали общаться еще в исправительном учреждении. Наша задача не столько удержать их здесь в центре, сколько дать им возможность находиться здесь, столько, сколько они посчитают нужным. Они обеспечивают себя сами в плане покупки продуктов, приготовления пищи. То есть здесь они самостоятельны полностью, за исключением того, что коммунальные услуги оплачиваемые. С утра, например, они уходят на работу, возвращаются вечером, по дороге заходят в магазин, приходят что-то себе готовят, чтобы было поужинать и утром взять на работу. Суббота, воскресенье у них обязательно выходной. Я на этом очень устрого настаиваю, потому что девчонки работали бы вообще круглосуточно. Это, кстати, большая особенность женских колоний. Они все освобождаются фанатично рвущиеся на работу. С мальчиками не так. Мне кажется, что девушки больше поддаются влиянию извне. Когда разговаривала с девчатами, которые отбывают наказание сейчас за убийство своего насильника, она не рассматривает момент, что что-то было против ее воли, то, что он ее избивал, то, что он ее истязал и так далее. Она говорит, я убила человека. Она всегда говорит, я виновна. Конечно, я виновата, да. Я осознаю свою вину и очень огромную вину. Я чужую жизнь забрала. Какая бы она ни была у него, но я забрала. До сих пор, конечно, я об этом сожалею, раскаиваюсь. Чему-то кого не учат. Ты начинаешь задумываться иногда над своими ошибками, глядываться назад в свое прошлое, что где не так сделала. К старому точно не вернусь. Ни к чему. Если вот возможность, я останусь здесь. И также помогать женщинам, которые после освобождения, реабилитироваться на воле. Зовут меня Агния. Мне 41 год. Я освободилась 8 месяцев назад. Очень много, что пришлось пережить за это время. Поменялись взгляды на жизнь. Захотелось просто жить. Я знаю, ради чего мне жить. И я не хочу больше сидеть, потому что все уже насиделось. В общей сложности у меня 15 лет из жизни просто вычеркнутой. И эти года уже не вернуть. И за это время потеряно так много. И все эти потери, их уже не восполнить ничем. Вот Леха у нас освобождается, как правило, месяца на два. При моей памяти уже три раза освобождался. Два месяца погуляет, и обратно. Мне очень нравится. Они все нравятся как личности. Мне так нравится, что из него вырастает потом. Как он становится интересным. Девочки мои, посмотри, какие шедевральные. У меня семья очень своеобразная. Бабушки, дедушки, прабабушки, и прадедушки по линии отца и по линии матери были политические заключенные, которые были высланы в Пермский край. Как-то в нашей семье по линии матери не особо это обсуждалось. А по линии отца бабушка говорила об этом. То есть не она сама была выслана, а ее родители. Бабушка у меня родилась в колонии поселения. Там же родился мой дед. Там же они познакомились, там же они поженились. Но мой отец уже родился на свободе. Мне было совсем немного, чуть больше 20 лет. Я очень хотела посещать женские камеры в следственном изоляторе. Но главное управление исполнения наказаний по Пермскому краю решило дать мне совсем другое учреждение. Это была мужская колония особого режима за 400 километров от Перми. Приехала я туда первый раз, а там пожилого возраста уголовные элементы чистят снег. Большими и удивленными глазами смотрят на меня. Вот это был мой первый выезд из правительного колонии. Потом со мной заключили соглашение о сотрудничестве. И так я начала посещать северные колонии Пермского края. Здравствуйте, Анна Карагопольцева беспокоит. Да, Анна Владимировна, здравствуйте. До вас что-то дозвонил? До меня не дозвонил? Да, до меня так не просто дозвониться на самом деле. Где вас искать? Тяжело стоять по несколько часов на КПП. Тяжелые досмотры в том числе. Тяжело подозрительный взгляд сотрудников. Некоторые сотрудники понимают, чем я занимаюсь, а некоторые сотрудники категорически не хотят этого понимать и считают, что я помеха просто работе учреждения. Самый минимум, что я могу накатать за месяц, это 5000 километров. Самый максимум – это 15. Слава богу, что у меня есть машина, потому что когда мы все это делали на перекладных, на попутках, на автобусах, это было очень тяжело. У меня плохо ходят ноги. Без машины я не могу действовать. Машина требует затрат. Машину нужно ремонтировать. Я в лесу ночевала только за прошлый год четыре раза, потому что ломалась на трассе. Тогда скажет Господь праведникам, «Я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был без дома, и вы приняли меня, был без одежды, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был в темнице, и вы пришли ко мне». Я познакомился с наркотиками в армии, служил в Кировобаде, в Азербайджанской СССР. Ну и там как-то пристасился, там было модно, дембилизовался, пошел героин в моду. Ну и как-то закрутилось, завертелось. Гоняли, развлекались, возили девчонок, курили анышу, кололись. Была романтика. Нам казалось, что мы покорители этого мира. А потом жизнь пошла под откос, и 27 лет – мой первый срок. В 49 я, можно сказать, вышел. Зовут меня Рафа, в простонародье, имя так, кто меня – Равиль Марцевич. В колонии я пробыл 4 раза, и в общей сложности у меня получилось 17 лет, я потерял их в жизни, скажем. Ну, в лагерях я тоже много учился, приобрел профессии. Ну, после каждого освобождения так и не находился в соцсуме, скажем так, потому что к нашему брату так относились пренебрежительно. На работу не брали, как будто клеймо на лбу. Ну, и так докатился до полосатого режима, который привел меня в поселок Неров. Пробовал я в поселке Неров на полосатом режиме 5 лет. Там я познакомился с духовным руководителем Анны Вадимовны Карагопольцев. Под конец срока, уже перед освобождением, она мне предложила, говорит, если есть желание, не может остаться, так как мне некуда уже было возвращаться, так как родитель умер, брат умер, остался без жилья. И не хотел возвращаться в ту опять романтику, пересекаться с кем-то, со старыми там товарищами, которые негативно могли повлиять на меня. Ну, и решил остаться, попробовать. Кто-то цветы любит выращивать, а я когда вижу, когда они расцветают, когда у них пропадает чернота с лица, когда от них перестает тюрьмой пахнуть, когда у них глаза зажигаются при первой покупке. Но невозможно выгореть, когда ты видишь, что ты каждый раз прожил еще год не зря, что человек какой-то восстановился. Ну, своим примером я снова стараюсь показать, что люди могут меняться, какое было в прошлом. Ну, наркология кончена. Многие не верили, что я переборю, что я наружу все силы. Поселок Ныра от Перми находится на расстоянии 340 с небольшим километров. Расположено там сейчас колония особого режима, колония строгого режима и две колонии поселения. Мы купили этот домик для того, чтобы было где переночевать освободившимся, которые не успели на автобус. Для покупки мебели и проведения воды мы выиграли президентский грант. Маленький, малюсенький. А дом уже выкупили на собственные средства. Ну, на ремонт, как правило, денег никто не дает, но мы все это сделаем потихонечку. Ань, тебе свежих или прошлогодних? Нет, свежих. Я думаю, что прошлогодние лучше были бы. Хорошо. Вот. У всех есть цель. У кого-то глобальная, у кого-то попроще. Самая необычная цель была у моего мужа, когда он бывал наказание. Он хотел на мне жениться. Это была невероятная и неисполнимая задача просто. Он 6 лет за мной пытался ухаживать в колонии, на что получал резкий категорический отказ. После освобождения он приехал ко мне на реабилитацию. Год проходил на реабилитации, потом сделал мне предложение. Через год помолвки мы поженились. Это самая невероятная была цель. Тем не менее, она была достигнута. Я смотрю, она все ходит и ходит, и ходит, и ходит, и ходит, и ходит. Это привлекло мое внимание. Что может человека так тянуть в это проклятое место? Светлый человек, верующий человек, добровольно идет в это сосредоточие зла. Не знаю, как кого, кто кого, чем берет. Кому-то там внешние данные нравится, кому-то там, я не знаю, богатый внутренний мир, не знаю. Меня вот, допустим, ее вот это качество заинтересовало. И вот эта помощь бескорыстная, которая сталкиваешься на свободе, это поразительно было первое время. Она меня как ребенка за руку водила, объясняла, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно. Она реально меня как слепца, как собака поводырь водила меня. Мне, например, сложно, да, в некоторых ситуациях. Вот я живу, живу себе, да, и я знаю, что если у меня сейчас все рухнет, например, кому я пойду, чтобы меня поддержали. А вот у Рафа есть я, например. То есть, если что-то у него в жизни рухнет и все пойдет не так, он знает, что он придет сюда и мы найдем пути решения его проблемы. Встану рано утром на восходе дня, благослови Господа Христа. Слава тебе, Господа, благослови. Он, когда освободился, он брался вообще за всю работу. Он копал огороды, он убирал снег, он пропалывал что-то. Он брался за любую работу, он зарабатывал любую копейку. Я волновалась, кому он там пошел, неизвестно, пьяные, не пьяные, что там будет, мало ли какая драка. В общем, тихо сижу, волнуюсь, но понимаю, что надо человеку оставлять вот этот формат самостоятельности. И вот он сколько времени на свободе. Ни драк, ни пьянок. Он работает на предприятии, оплачиваемые из госбюджета, то есть это больница. Он купил на той неделе машину. Вот я сегодня горжусь Рафой, как я каждый год горжусь кем-то другим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok